Блефораптоз, блефорапатия или просто птоз. Это аномалия верхнего века, при котором глазная щель оказывается частично или полностью закрыта. Такое состояние встречается как у детей, так и у взрослых. Давайте разберемся, как его диагностировать и лечить. На самом деле развивающийся птоз очень легко заметить. Его самым главным симптомом считается опущенная века. Это может доставлять проблемы со зрением. Все зависит от степени опущения верхнего века. На экране наглядная картина. Мы видим, как выглядит глаз в норме, как выглядит легкий птоз, умеренный и выраженный. А из-за чего развивается такая болезнь? Главной причиной возникновения птоза является нарушение мышцы, поднимающей верхнее веко. Это может возникать как вследствие возрастных изменений, так и при нарушениях иннервации в этой самой мышце. Также птоз может быть осложнением постпластической операции, возникать в результате эндокринной патологии и появляться при опухолях и кистах в придаточных пазухах и структурах головного мозга. Птоз может быть симптомом неврологических заболеваний или нейроинфекции, энцефалита, менингита, абсцесса. В этом случае птоз возникает внезапно, чаще является односторонним и сочетается с двоением в глазах и косоглазием. А как лечить птоз? Лечение птоза зависит от степени выраженности, возраста и особенности организма пациента. Главное определить, что является причиной возникновения этого заболевания. Основным лечением в большинстве случаев является применение различных методик хирургического вмешательства. Чтобы оценить опущение верхнего века, необходимо получить консультацию офтальмолога. Врач приведёт осмотр, изучит особенности проявления птоза, оценит расстояние между краем верхнего века и центром зрачка и только потом подберёт соответствующее лечение. Вести здоровый образ жизни – это лучшая формула здоровья. С вами был Дмитрий Шевцов и до новых встреч на телеканале ОНТ.